МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Юлия Важенина. Главные новости страны и Чувашии в материалах журналистов нашей программы. Смотрите сегодня. Большая программа по ремонту. Сколько школ в Чувашии отремонтируют к 2025 году? Сто тонн пшеницы уже собрано. Сколько еще урожая в этом году предстоит собрать в Чувашии? Фестивали, народные промыслы и праздничное настроение. Как прошел день города в Канаше и Алатаре? 247 школ. Именно столько планируется отремонтировать с 2021 по 2025 годы. Об этом на еженедельном совещании сообщил министр образования молодежной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров. Заявки на ремонт школ в 2024-2025 годах принимались до 5 августа. Выбрано 141 образовательное учреждение для проведения в них капитального ремонта. Эти объекты будут участвовать в отборе на модернизацию школьных систем образования. В рамках реализации программы в 2024 году планируется провести капитальный ремонт в 72 школах и в 2025 году в 69 школах. Таким образом, за 2021-2025 годы планируется капитально отремонтировать 247 объектов, что составит 100% от всех заявленных и согласованных с муниципалитетами перечня требующих капитального ремонта школ. До начала учебного года 2022-2023 ремонт должны завершить в 12 школах республики. В Челкосинской школе Урмарского района работы по капремонту идут с 13 апреля и на сегодня выполнено более чем на 70%. Что предстоит успеть сделать подрядчику к 1 сентября в нашем сюжете. Время от времени в Челкосинской школе проводился косметический ремонт. Последний был в 2015 году. Обновляли спортзал, а капитального не было с 82 года, то есть с момента постройки. Поэтому объем работ здесь большой. Много видов работ, скажем так, там и электричество полностью обновляется, и система отопления, канализация, вся внутренняя инфраструктура, там и полы, и подвесные потолки, и пожарная сигнализация. 114 детей с 1 по 9 классы 1 сентября переступят порог обновленной школы, благодаря капремонту. На это выделено более 40 миллионов рублей. Работы начались 13 апреля. По плану должны завершиться 29 августа. Осталось только линолеум поселить, и плинтуса, двери, электрика, отопление закончено. По словам генерального директора подрядной организации Алексея Петрова, работы идут согласно графику. Осталось совсем немного. Администрация школы и строители делают все, чтобы 1 сентября дети из двух ближайших деревень смогли продолжить учебу. Алексей Иванов, Бахтияр Вилеев, Республика из Урмарского района. Вторую неделю в Республике идет уборочная кампания. Хозяйство начали массово сдавать зерно. В регионе его принимает продовольственный фонд Чувашской Республики. О том, какие этапы проходят урожай, расскажет Милена Алексеева. В день в продовольственный фонд приезжают десятки камазов зерна. Предприятие занимается хранением зерна и производит крупы. Со многими сельхозтоваропроизводителями организация работает не первый год. Наша компания ООО «Герой Ядринского района» на протяжении многих лет работает с продовольственным фондом. Весной и осенью мы получаем от них удобрения. Это уже на протяжении многих лет. То есть качественные, самое главное, в срок оперативно нам отгружают необходимый объем. Мы, в свою очередь, поставляем сюда зерно. Сейчас отгружаем рожь. Уже более 500 тонн нового урожая мы отгрузили. После поступления в лабораторию проверяют качество зерна. Длительность зависит от вида зерновых культур. Пшеницу оценивают два часа. Рожь – час. Определяем влажность, числопадение, клейковину, натуру зерна. Какие показатели требует ГОС, все мы делаем в этой лаборатории. По клейковине очень много времени проходит там на клейковину. Отлежка. Потом перемывание. Рукой моем всю клейковину. На этом работа над зерном не заканчивается. К поступившей партии взвешивается. При необходимости проходит сушку. А потом уже ложится в склад предприятия. В данный момент у нас работают четыре сушилки. По словам генерального директора продовольственного фонда Чувашской республики Александра Богданова, в целях поддержки местных сельхозпроизводителей приемка зерна проводится в несколько смен и без выходных. Милиана Алексеева, Бахтияр Вилеев, Республика. На еженедельной планерке главы рассмотрели ход проведения уборочных работ. В этом году посевная площадь составила 547 гектаров. Это более 101% к уровню прошлого года. Площадь увеличилась по всем ключевым культурам. Тельхоз-товаропроизводителям республики предстоит убрать 303 тысячи гектар зерновых и зернобобовых культур. В 2021 году было 298 тысяч. 5,7 тысяч гектар картофеля. В прошлом году было на 0,6 тысяч гектар меньше. 962 гектара овощей открытого грунта. В прошлом году было 875. В текущем году планового объема производства составляют зерна 738 тысяч. Но в реальности мы ожидаем, конечно, больше. На уборку урожая вышли все районы республики. Сергей Артамонов отметил, что в этом году внедрили информационную систему зерно, которая учитывает весь посеянный и убранный урожай. Если не работать в этой системе, то продать собранное зерно уже нигде не получится. Поэтому он попросил не скрывать показатели урожайности. На совещании министр сельского хозяйства Сергей Артамонов сообщил, что некоторые муниципалитеты дают недостоверные данные по уборке урожая. Цифры при проверке не сходятся. Глава ЧУВАШ Олег Николаев подчеркнул важность предоставления муниципалитетов достоверной и актуальной информации о ходе уборочных работ. Достоверная информация, она важна прежде всего для того, чтобы принимать правильные управленческие решения. А по вопросу урожайности, эффективности использования земли мы еще с вами отдельно поговорим, как и договорились осенью, когда будем подводить итоги в целом и осеннеполевых работ, итогов деятельности агропромышленного комплекса. В пятницу прошла рабочая поездка главы ЧУВАШа Олега Николаева в Ульяновскую область. Делегация республики посетила предприятия автомобильной и пищевой промышленности, провела совещание о сотрудничестве в сфере производства электротехники. Соседи подписали важный документ соглашения по карбоновому полигону. Напомню, о снижении углеродного следа начали говорить еще в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Подробности визита у Татьяны Молоковой. Не только познакомиться с промышленным потенциалом Ульяновской области, но и подписать конкретные соглашения, о которых договорились еще в июне. Чувашскую электротехнику знают во всем мире. Ульяновские промышленники предлагают объединить усилия и работать вместе. Тем более, что сейчас надо кооперироваться, а не соревноваться с регионами. Надо понимать специал соседей, потому что здесь и близости логистики, то есть формирование как раз-таки тех компетенций, которые уже у коллег есть, их применять, коллеги, чтобы применяли наши компетенции. И, конечно, сейчас вот такое вот выстраиваемое взаимодействие с регионами, в том числе с Ульяновской областью, открывает достаточно много нового. Один из возможных вариантов кооперации – объединение кластеров промышленности двух регионов. В планах развития промышленной инфраструктуры и организация закупочных сессий. Одна из договоренностей – парки оборудования предприятий Ульяновской области могут обновиться чебоксарскими погрузчиками. Александр Кондратьев отметил, что речь о возможных поставках на завод металлоконструкции вилочных погрузчиков Чебоксарского завода силовых агрегатов. Один из важнейших итогов визита – Чуваша может начать поставлять хмель для ульяновских заводов. Об этом говорили во время экскурсии по заводу «Трехсосинский» и на личной встрече Олега Николаева и Алексея Русских. Взаимовыгодное сотрудничество участников хмеля производства поможет сформировать кооперационную цепочку, а впоследствии создать кластер, использовать научно-исследовательские программы, реализовать инновационные процессы. Мною поставлена задача, что рядом есть регион, который вполне мог бы импортозаместить, вот конкретно Чувашия и Республика. Но здесь нам необходимо будет проделать в том числе и научную работу, потому что те сорта пива, которые они производят, они производят с определенной рецептурой. Мы сегодня увидели, что пивоваренная компания занимает очень солидную нишу рынка. Чувашская республика обладает возможностями обеспечения необходимой сырьевой составляющей для производства такого рода продукции. Аграрные вузы двух регионов сейчас вплотную займутся соответствующими научными исследованиями, что позволит решить вопросы импортозамещения и задать тон на рынке пивного производства. Об экспортной продукции говорили на открытии Центра компетенции технологии композитов. Призводимые в Чувашии композитные материалы пользуются спросом в странах Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Австралии. Олег Николаев отметил важность композитной отрасли и выразил готовность республике участвовать в совместных межрегиональных процессах, начиная от научных исследований и заканчивая подготовкой кадров. В Чувашской республике на сегодняшний день композиты занимают достаточно хорошую долю. Я бы так сказал, вообще на рынке Российской Федерации есть уже экспортная составляющая, то есть признанная, скажем так, продукция со стороны потребителей за рубежом. И я думаю, те наработки, которые имеются в Ульяновской области, если мы их взаимно, скажем так, соединим, то могут дать, мне кажется, существенно больше эффектов. Профильное министерство и заинтересованные предприятия подписали документы о сотрудничестве, а переговоры идут уже о поставках конкретных деталей и техники. Развивая вот эти кооперационные связи, мы в том числе можем их юридически оформить в виде, допустим, межрегиональных кластеров, чем Чувашская республика последние два года очень активно занимается. И создание вот такого рода юридических образований нам позволит не только организовать эти кооперационные связи, но и еще существенно усилить эти связи формами государственной поддержки со стороны правительства Российской Федерации. Эта работа вышла в практическую плоскость. Наша КТЦ металлоконструкция уже поставила на испытание гидроцилинды. Компания Полеси ведет работу над созданием продукции, копии техники, которую выпускают концерн-тактные заводы. Это презентационная продукция. Компания Поликом и Автосвет работают над импортозамещением и рядокомплектующих, которые опять же используют в своем производстве концерн-тактные заводы. К работе уже подключаются и вузы. Первое, над чем будут работать научные школы, разработка и испытания технологий контроля углеродного баланса карбоновых полигонов. Это позволит наиболее полно вести исследования, создать методики и алгоритмы обработки информации по эмиссии и секвестированию парниковых газов, а также масштабировать их на аналогичные экосистемы в масштабах страны. У Чувашии и Ульяновска большие планы по повышению конкурентности двух регионов, а сотрудничество усилит каждого и даст существенный толчок экономикам региона. Татьяна Молокова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика. Один день, два праздника. Накануне Канаш отпраздновал свой 97-й день рождения, а АЛЛАТР – юбилейный 470-й. В городах прошли масштабные мероприятия, концерты, фестивали и выставки. Подробнее в репортаже Анны Центовской. Традиционный день города АЛЛАТР открывает фестиваль «Звучи, российская глубинка». Поделиться своим народным творчеством приезжают коллективы не только из районов Чувашии, но и соседних республик. Фестиваль проводится уже 22-й раз, и все 22 раза его участник – коллектив «Русская удаль» из Мордовии. У нас у всех душа поет. Мы любим песню, мы любим общение, мы любим знакомиться с новым творчеством других коллективов, и поэтому мы ни один фестиваль не пропускаем. И тем более мы соседи, мы должны поддерживать друг друга, Мордовия, Чувашия. Поздравить АЛЛАТРцев приехал глава Чувашии. Он возложил цветы к стеле героев и посетил праздничные площадки, посвященные образовательной, творческой, военно-патриотической темам, а также познакомився с народами промыслами и ремеслами. А на главной сцене развернулась театрализованная постановка. В стихах рассказывали об образовании великого города между двух рек. На холме, на месте встречи, град велел рубить, да построить храм предсечи, так тому и быть. Выдающихся жителей города за заслуги в области культуры, добросовестную работу в сфере образования наградили благодарностями главы Чувашии. Он рассказал, что АЛЛАТР ждут большие изменения. Так в следующем году в городе начнется модернизация коммунальной сферы. Очень много, мне кажется, сделали для того, чтобы в городе АЛЛАТР были решены наболевшие темы. Не только решили наболевшие темы, но и, мне кажется, заложили такие фундаментальные основы для дальнейшего развития города. И здесь очень важно было с самого начала, дальше и еще более важно, чтобы каждый житель города вовлекался в процессе изменений города, в процессе реализации важных задач. А вот в Канаше праздник выдался двойным. Традиционно День города здесь отмечают совместно со Днем Железнодорожника, поэтому и встретили гостей сигналом колокола. Город начался с маленькой станции шехраны Московско-Казанской железной дороги. Сегодня Канаш – центр железнодорожных путей Чувашия и имеет особое значение для всей республики. Я уверен, уверен, у Канаша большие перспективы. Я вижу, как здесь запускаются новые инвестиционные проекты в рамках территории опережающего социально-экономического развития. Как много интересных проектов рождаются и идей со стороны молодых людей, которые проходят обучение в IT-кубе и в других организациях дополнительного образования. И вот все эти идеи мы готовы поддерживать. Я желаю канашцам двигаться всегда уверенно вперед, туда, куда нужно, а самое главное – точно вовремя. Гостей праздника ждала дегустация народной кухни и знакомство с народными промыслами в подворьях. Насыщенную программу подготовили и для самых маленьких жителей города. На специальной площадке в игровой форме их знакомили с выдающимися земляками района. Профессия почетного жителя Канаша Станислава Юрьевича Садальского. Ну это в основном все знают, да? Вот у нас ребус, вот это кактус. Тут запятая в начале и две в конце, значит убираем первую буковку и две последние. Получается акт, а это перец. Тоже убираем первую и две последние. Актер. Я сначала попробовала сама, мне было несложно. И потом у меня чуть-чуть не получалось, и мама мне чуть-чуть помогала. Мама походу нашла две, а я нашла семь походу. В день 97-летия Канаша горожан, которые достигли высоких результатов в профессиональной деятельности и принимали активное участие в жизни муниципалитета, наградили почетными грамотами главы Чувашии, как стимул и дальше улучшать и совершенствовать свою малую родину. В Чувашии во всех стационарных и мобильных пунктах вакцинации можно сделать прививку против COVID-19. Список опубликован на сайте Минздрава. Чтобы узнать график и время работы, можно обратиться и в поликлинику, которой вы прикреплены, или туда, где планируете сделать прививку. За последние сутки в республике выявлен 81 случай заражения, 88 человек выздоровели, 3 госпитализированы, 1 умер. На данный момент коллективный иммунитет в Чувашии составляет лишь 9,3%. Еще одному уроженцу Чувашии присвоили звание Герой Российской Федерации посмертно. Александр Старчков погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. В субботу звезду отцу Александр торжественно передал глава Чувашии. Александр вызвался добровольцем в разведывательную группу специального назначения. В ходе одной из операций 30 апреля он первым увидел противника и открыл по нему огонь. Националисты начали окружать группу, а боекомплект Александра уже был на исходе. Крикнув раненому командиру «Уводи ребят! Прикрою!» остатками боезапаса рядовой начал имитировать атаки, отвлекая противника на себя. Ценой своей жизни Александру удалось спасти 12 человек. Его товарищи вышли из боя раненые, но живые. Он на мозгах развенчал сразу несколько мифов, которые на сегодняшний день бытуют у нас в обществе. Первый из мифов, что на сегодняшний день молодежь не способна сама пожертвовать. Мы будем помнить Александра, будем на его примере воспитывать подрастающее поколение. Но, несомненно, будем делать все, чтобы жизнь в обществе развивалась и вот эти явления, которые приводят к таким плачевным жизненным сюжетам, не повторяются. Количество обоснованных жалоб на муниципальные закупки сократилось в 13 раз. Это обсудили глава Чуваши Олег Николаев и руководитель Госслужбы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. Снижение стало возможным благодаря внедрению с 2021 года централизованного управления процессами закупок. Созданная организация позволила сформировать единую структуру функционирования контактной системы региона «Объясните лучших специалистов по закупкам в одном учреждении». Жалобы сократились в два раза вообще по всем заказчикам. Что касается муниципалов, так они вообще очень интересная ситуация. В хорошем плане рассмотрена жалоба сокращения идет в 3,6 раза, а обоснованных вообще в 13 раз. Также на встрече обсудили вопрос дальнейшей информатизации закупочного процесса. В том числе расширение функциональных возможностей региональной информационной системы управления закупками и портала закупок малого объема. Глава ЧУВАШ Олег Николаев обратил внимание, что для эффективного внедрения закупочной деятельности торги нужно провести уже в начале следующего года. Я уже всех ориентирую на то, что в этом году мы уже должны начинать торговаться чуть ли не в декабре месяц. То есть максимально в кратчайшие сроки после принятия бюджета. И сейчас в рамках нового бюджетного цикла ровно на это будем настраивать. 5 августа завершился чемпионат России по легкой атлетике. Министр спорта Чувашской республики Василий Петров на еженедельном совещании подвел итоги соревнований. В нем приняли участие 800 спортсменов из 70 субъектов Российской Федерации. В соревновании обслуживали 150 судей. Большую помощь оказали волонтеры. В сборной команде Чувашии выступали 20 спортсменов в 12 легкоатлетических дисциплинах. Лучший результат показала ученица 1-й республиканской спортивной школы Олимпийского резерва номер 1 Виктория Максимова. В финальном за беги на 200 метров она одержала победу. В топ-10 сильнейших вошли Александр Алексеев в беге на 3000 метров и Анна Ильина в беге на 5000 метров. По данным Минспорта Республики, это лучший результат спортсменов Чувашии по итогам соревнований трех последних лет. Чемпионат России по легкой атлетике прошел на высшем организационном уровне, о чем в своих интервью отмечали как спортсмены, так и почетные гости. В день открытия чемпионата Чебоксары с рабочим визитом посетил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын. На встрече с главой Чуваши Олегом Николаевым достигли договоренностей по дальнейшему сотрудничеству как в вопросах организации крупных соревнований и спортивных событий, так и развитию спортивной инфраструктуры. Стоит отметить, что чемпионат России в этом году вошел в серию турниров королевы российского спорта. Это серия российских стартов из 18 турниров, которую в этом году организовала Всероссийская Федерация Легкой Атлетики. Чтобы в условиях остранения от международных стартов у российских спортсменов была возможность провести полноценный сезон. Для победителей, призеров чемпионата учреждены денежные премии Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Это были главные новости Чуваша. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова